Здравствуйте! С вами Людмила и новый авторский рассказ нашего канала «Для души». Денис из сада вернулся грустным. «Что с тобой, зайка?» Лена присела рядом с сыном, заглянула в глаза. «Тебя Коля опять обидел?» «Мама, я не хочу с Варей целоваться, а она лезет!» Лена улыбнулась, потрепав сынишку по светлым волосикам. «Ты мой красавчик! Пять лет, а в тебя уже девочки влюбляются!» Лена взяла телефон и набрала Марину, маму Варе. Они жили в соседних подъездах и хорошо знали друг друга. «Марин, мой ловелас из сада грустный пришел. Говорит, девчонки ему прохода не дают». «Да, я тоже смеялась». «Только, Мариш, не обижайся, но скажи, пожалуйста, Варе, чтобы не пыталась его поцеловать. Я понимаю, это детские шалости, но он переживает, наверное, неудобно ему девчонкам отказывать». «Варя?» – удивилась приятельница. «Не похоже на нее. Ну, ладно, скажу». Они еще поболтали про хлопоты мамской жизни, и Лена, повесив трубку, выдохнула. Хорошо, что знакомая на нее не обиделась. Через пару дней, забрав сынишку из садика, усадила его ужинать с папой и в шутку спросила. «Ну как, девочки перестали за тобой бегать?» «Да, мам». «И Варя?» «Ага. Мы в новую игру играем». «В какую?» «Варя ложится на пол, а я сверху и отжимаюсь, как папа». «Чпоки-чпоки» называется. Лена чуть не выронила половник. С лица сползла улыбка, и, глядя на ошарашенного мужа, женщина с трудом проглотила застывший в горле воздух. «А кто вам эту игру показал?» «Варя». Ужин прошел в молчании. Когда Дениска убежал играть, Лена зашептала. «Вот это они играют». «Слушай, но это так оставлять нельзя. Надо объяснить, что игра плохая. А с виду такая семья хорошая». «Ты проваренных родителей?» «Стремно, конечно. Мишка нормальный мужик. И жена его тоже». «А ты уверена, что это не Денис?» Лена уставилась на мужа. «Помнишь, он ночью проснулся и к нам в комнату зашел?» «Артем, ну нет. Мы же сразу его заметили. Он не успел ничего понять. Что же делать? Он же начнет расспрашивать, а почему нельзя? А почему эта игра плохая?» «Ладно, пойду к нему, а перед сном еще обсудим». Женщина зашла в детскую и, нашарив в шкафу пижамку, протянула сынишке. «Денис, спать скоро. Давай переоденемся». Мальчик снял штаны, и мать увидела на его ножках два больших синяка. «Откуда это?» «Я Варю толкнул, а она меня. Упал на кубики». «Мам, я не хочу с ней целоваться». «А где воспитатель была?» «А она ушла. Ее не было». Лена посмотрела на часы. «Почти девять». «Ладно, завтра поговорить с воспитателем, так это оставлять нельзя». Людмила Васильевна, выслушав рассказ Лены, удивленно сказала. «Такого не было. Варя хорошая девочка, и Денис тоже. Чтобы в такое играть. Они еще маленькие, даже не знают о таких вещах. Вы спросите Тамару Игоревну, может, в ее смену это случилось?» Лена кивнула, поцеловала сынишку и ушла. Вечером, забирая сына, подошла к вечернему педагогу. «Тамара Игоревна, у меня тут сын про странные игры рассказывает. Даже говорить неудобно. Мальчик на девочку ложится, будто это самое делает. Вы не замечали?» «Какой ужас. Нет, у нас таким играм не учат. Я всегда при них, и я бы такое заметила». Денис не мог нафантазировать. Может, он по телевизору это увидел. Но бывают в фильмах пикантные сцены. Женщина говорила так уверенно, что у Лены закрались сомнения. Может, правда, придумал. «Хорошо. Спасибо. Вы, если заметите такое, скажите мне, ладно? Поговорю с ним». «Непременно», – с жаром отозвалась воспитательница и, еще раз покачав головой, пошла к деткам. Лена не знала, что и думать. Решила понаблюдать за сыном. Каждый день, задавая вопрос, «Чем вы занимаетесь в садике?», Замерев, ждала ответ. Получала обычные ответы. Рисовали, прыгали. Паша машинку классную из дома принес. С облегчением выдыхала и решила, что эта история кончилась. Пока в мамском чате не начались скандалы. Дети возвращались домой с синяками. И, что самое ужасное, обвиняли во всем Дениса. «Это ваш сын моего Колю стукнул. Объясните своему ребенку, что нельзя обижать других. А то я сама ему объясню, так что мало не покажется». Лена строчила отписки. «Денис не мог. Он добрый мальчик. Он даже паучка в мухе-цокотухе жалеет. И воспитатели про него только хорошее говорят. А ей в ответ. Не знаю, что с ним случилось, но он стал обижать других. Лене синяк на руке поставил. В Артура машинкой запустил. Может, у вас в семье такое практикуют? С кого-то же он берет пример. А дальше советы, как вести себя женщине, если дома плохо. Мамы кидали телефоны психологов, центров психологической помощи. Одна посоветовала психиатра для детей с отклонениями развития. Началась доброжелательная травля. Лена заходила в сад, пряча виноватые глаза. Разговор с сыночком ничего не дал. «Денис, солнышко, мне сказали, что ты в садике детишек обижаешь. Это так?» Сын молчал. Отвернулся, стал катать машинку. «Зайка, ну скажи маме, может, они тебя обижают, а ты в ответ?» Мальчик долго не хотел рассказывать. Лена и так, и сяк, и добром, и лаской. Признание ребенка удивило. Нехотя, стесняясь, он сказал, «Варя мне говорит, кого надо стукать». «И ты ее слушаешься? Почему?» Лена позвонила маме Варе и получила жесткий отпор. «Моя тут ни при чем». Я расспросила, Денис и правда бьет других детей. Он говорит, что Варя ему на них показывает. «Неправда. Я свою дочь расспросила, она говорит, что вообще теперь с Денисом не общается». Артем сидел за столом, разбирал сломавшийся принтер. Лена вошла вне себя от волнения. «Что делать?» Денис молчит. «А вдруг его там травят?» «Ну, можно к заведующей сходить, пожаловаться. Вечерний воспитатель новенькая?» «Да, она всего месяц. Я лучше с Людмилой Васильевной поговорю. Может, она что дельное подскажет?» Услышав вопрос, пожилая женщина задумалась. «Да, Денис и правда другим стал. Более замкнутым, с детьми мало общается. Я вчера их с Петей разнимала, пинались. Начали из-за игрушки. Я бы на вашем месте к психологу сходила. Многие родители на Дениса жалуются». Муж застал Лену в слезах. «Почему он изменился? Ведь все хорошо. Лен, знаешь, может, он и не виноват. Посмотреть бы, что в группе творится. Нас не пустят там сидеть, но мы можем дать ему диктофон». Лена встрепенулась. «Как?» «В зайца его любимого спрячем и с собой дадим. Сейчас в интернете почитаю, какой нужен». Женщина села на кухне, подперев рукой лицо. «Как так произошло, что ее сын стал обижать других детей? Добрый, ранимый, ласковый, как зайчишка. Кто его научил? А может, у него болезнь какая развивается? Вроде у шизофрении такие первые симптомы. Ох, Господи, только бы не это. А может, ему внимания мало? А может, он просто защищается, а проварю врет?» От горьких дум отвлек муж. «Все, поехал я». «Часа через полтора вернусь, подготовь, пока зайца». Сынок уснул, и Лена стащила с кровати его любимца. Распорола спинку, положила внутрь привезенный мужем диктофон. «А пульт зачем?» «Когда из группы выйдешь, нажми. Не будешь же ты при всех в живот игрушки тыкать». Собрав Дениску в сад, Лена вручила ему зайца. «Мне твой Томми сказал, что хочет пойти в сад и помирить тебя с ребятами». Мальчик завернул в шарф своего плюшевого друга и прижал к себе. Заведя сына в группу, Лена нажала на пульт, набрала мужу. «Ну что, ты слушаешь?» «Ага. Сейчас у них завтрак». Артем специально отпросился, чтобы помочь о жене. Сидел за компьютером, резался в танки и при этом слышал все, что происходило в группе. Игры, сборы на прогулку, ничего особенного. Но потом пришла вторая воспитательница. Артем узнал это по резкому, неприятному на слух голосу. «Так, это что за бардак? Чей заяц тут валяется?» «Это мой», – ответил Дениска. «Я же говорила, не таскайте сюда игрушки из дома. Вдруг у твоего зайца блохи. Всех девочек на лысо побреют и вонючим ядом голову намажут. Пойду его в подсобку отнесу, а как родители придут, отдам». Дальше раздалась возня, шум шагов по лестнице и неожиданно мужской голос. «Наконец ты пришла, моя кошка!» «Нет, на стол нельзя, ножка слабая». «Ох, Томка, что же ты со мной делаешь?» Почмоканью и охом Артем понял, что происходит в подсобке. Набрал жене. «Там воспитатель с каким-то мужиком свою плоть радует». «Прям в группе?» «Нет, подсобку ушли». «Зажигают, аж через зайца слышно». «Но лучше б зверь в группе остался. Тетка сказала, отдаст, когда родители придут». Лене пришла мысль. «Тем, сейчас я ей позвоню, что скоро буду, а потом задержусь. Ты слушай дальше». Муж пробормотал, что сто лет мечтал послушать такую гадость и отключился. Артем вслушивался в довольную возню. Раздался голос воспитателя. «Стой, Саш, телефон звонит». Видно, она приняла вызов. Раздалось запыханное алло. «Раньше придете? Через полчаса?» «Да, ждем». «Нет, все хорошо. Просто поднос тяжелый несла. Устала». Артем хмыкнул. «Хороши подносы». Воспитатель на секунду замолкла, а потом раздался ее разочарованный голос. «Все, Саш, пора мне. Завтра встретимся». Одна идиотка за своим отпрыском решила раньше припереться. «А завтра я Варьку с собой возьму, за детьми присмотрит». Артем сразу набрал жену. «Ты знаешь, что она сказала? Что завтра с собой Варю возьмет, чтобы на детей оставить, а самой на свидание смыться». «Трэш какой-то. У них там все такие, что ли? У нас нет никакой Варе. Нянечку, повара, музыкального работника по-другому зовут. Зайца она в подсобке оставила? Не знаю, они там еще не закончили». «О, идет». К детям зашла. Ругается на какого-то Петю. «Ладно, дальше буду слушать. Может, узнаю, что там заваря». Лена постучала в дверь и увидела Дениса, одиноко сидевшего на стульчике. Увидев маму, малыш обрадовался, бросился к ней, крепко прижался к ее бедрам. «Мама!» На его радостный возглас из спальни вышла Тамара Игоревна. С елейной улыбкой на лице, но еле сдерживая гнев, спросила. «Вы же раньше Дениса забрать хотели?» Не вышло. Только оделась, начальник позвонил и не отпустил, пока его дело не закончило. «Как он себя вел?» «Плохо». С тремя подрался, в Яну книжкой запустил. «Вам надо заняться ребенком», укоризненно, намекая на Ленину безответственность, сказала дама. Лена закусила губу. «Да, мы уже присматриваем психолога. Мне тут на днях Денис сказал, что у нас в группе новая девочка появилась, Варя». Женщина будто смутилась. «Это не в группе, это моя дочка. У них в школе перебои с продленкой, я ее с собой беру». Лена сдержалась, чтобы не высказать в лицо женщине то, что знает. Торопя Дениса, она скорее дошла до дома и, включив сыну мультики, села рядом с мужем. «Ты представляешь? Это ее дочь. Неудивительно, что она про такие вещи знает. А она, видно, поняла, что от ее доченьки такие игры идут, но нет, чтобы признаться. Завтра же пойду к заведующей». «Признается, скажешь тоже». «Интересно, а она завтра приведет свою дочку? Если приведет, то значит совсем нет совести». Лежа в кровати, Лена репетировала речь. Как рассказывает все ошарашенной заведующей, как они вместе прослушают запись. Конечно, Тамару после этого уволят и заставят извиниться перед ними. Лена, как наяву, представляла себе испуганное и пристыженное лицо Тамары. Да после такого эту извращенку ни в один сад не возьмут. Но вышло не так. Сначала заведующая внимательно слушала. А потом, когда дело дошло до странных детских игр, возмущенно фыркнула. «Ну что вы говорите, да такого в жизни быть не может. Чтобы воспитатель бросил детей и ушел на непотребство?» Тамара Игоревна педагог первой категории, у нее опыт семь лет. Но она у нас недавно. И что с того? «Человек уволился с предыдущего места, перешел к нам. Сами знаете, на наши зарплаты удача найти хорошего специалиста. Но у меня есть запись. Как она в подсобку идет? Там такие звуки. Послушайте». Женщина с укоризной глянула на Лену. «А вы знаете, что аудиозапись без согласия незаконное дело? Что вы тут прибором своим машете? Если вас не устраивает, как работает наш сад, можете забрать документы. У меня 17 человек места ждут». Лена растерянно смотрела на дамочку. «Почему она так равнодушна? Ну как? Неужели вы даже не послушаете?» «Вы заведующая. Это же ваше право и обязанность знать, какие люди остаются с детьми. Не надо мне указывать, что я должна. А запись ваша? Откуда мне знать, где вы ее сделали? Идите, у нас с вами не получится дельного разговора. А если уходить от нас надумаете, я вас не держу». Лена выбежала из здания не в силах скрыть эмоции. Грубость, наглость и хамство равнодушной тетки выбили ее из колеи. «Ну как так можно?» В слезах она набрала мужу. «Тем, это ужас. Она ее выгораживает. Типа не нравится, уходите из сада. Меня до сих пор от ее слов трясет». «Успокойся, что-нибудь придумаем». На семейном совете решили забрать Дениса домой на две недели. Сынок будто оттаял, вновь стал улыбчивым, исчез на остороженный взгляд. Видя, как он радуется, что его не ведут в садик, сердце матери разрывалось на части. «Тем, ну что же делать? Из сада забрать? А как же работа? Частный нам не по карману, и с работы не уйдешь?» Муж хмурился, вертел в руках зажигалку. «Но там мы его не сможем оставить. Вдруг Тамара начнет ему мстить?» «Я вообще не понимаю, почему мы должны страдать из-за этой извращенки? И не только мы, но и все остальные дети. Может, в чат запись скинуть?» предложил Артем. «А это законно. Нас в клевете не обвинят?» К концу второй недели, изведя себя мыслями, новыми решениями и предположениями, семья решила так – Дениса в сад везти и добыть настоящее доказательство, чем занимается воспитатель вместо присмотра за ребятишками. «Тем, ну как это сделать? В зайца камеру не вставишь». «Не знаю, Лен, давай еще с недельку подумаем». С тяжелым сердцем Лена отвела сына в сад. На обратном пути позвонила Марине. «Марин, тут какое дело? Я поняла, почему Денис наварю все валит. Ты дома? Можно я минут на двадцать к тебе заскочу?» Разговор затянулся до обеда. Приятельница, выслушав рассказ, сначала не особо поверила. Но, услышав запись, «Лен, это просто ужас! И заведующая тебя отшила?» «Надо в прокуратуру эту запись отправить, что она покрывает свою родственницу». «Как родственницу?» «А ты не знала? Это Тамара, племянница заведующей». «Ну и стерва! Теперь понятно, почему она меня так. Но, Марин, аудиозапись не доказательство, надо что-то повесомей. Сейчас скинем эту запись в чат. Проблема общая, надо всем вместе решать». И, кратко обрисовав ситуацию, Марина отправила файл в родительский чат. Телефон пиликал каждые полминуты. Эта новость просто взорвала родительскую группу. Кто-то не поверил, стал выгораживать воспитателя. Но большинство ошеломленной ситуацией настроились на борьбу. Больше всего родителей возмутило равнодушие заведующей. Надо их обоих вытурить. Кто знает, что еще от нас скрывают? Один из пап задал вопрос, «А как мы добудем доказательства?» «Нужно камеру установить. В подсобке тоже. А как мы туда проберемся?» И тишина. Пока один из родителей не предложил. «Можно не в подсобке, в коридоре, чтобы камера на дверь смотрела. Они зайдут, и так все понятно будет». В чат полетели сообщения. Кто знает, что там? Или где готовят и продукты хранят, или постирочная. Наверняка постирочная. Готовят и вечером, а стирают и сушат техничка. Она до двух работает. И в группу камеру надо поставить, как бы туда зайти незаметно. Смотрите, они ходят на прогулку, в группе никого нет. Давайте, кто может, придет в это время и установит. А лучше двое, чтобы один на стреме стоял. Норм, план. Значит, надо две камеры, поскольку будем скидываться». Лена чувствовала себя в центре внимания. Не сказать, чтобы это ей нравилось. Конечно, ее хвалили. Если бы не вы, никто бы не узнал о том, какой ужас творится в группе. Но лучше бы этого всего не было. Через три дня были куплены камеры. Двое пап установили их в группе, спрятав в гордине. В коридор установили, когда забирали последних из детей. Одна из мамочек отвлекала охранника, заведя муторную беседу о мерах безопасности. Отец Варя, руководитель ЧОПа, подключил две камеры к онлайн-трансляции с записью. Первую половину дня все было хорошо. Во время тихого часа воспитатели сменились. Дети проснулись и вроде как притихли, боясь прогневать Тамару Игоревну. В группу зашел мальчик лет 12, ведя за руку девчушку с белыми бантами. Мам, ну все, я пошел. Варька куртку испачкала, я честно, не виноват. Иди, но чтобы к восьми был дома. Тамара Игоревна обняла девочку и покосилась на часы. Иди, переоденься и поешь, я тебе еду оставила. Девочка ушла в спальню и вернулась через полчаса. Вот, я книжку оставила, почитай им, а я по делу отойду. Так, дети, все слушают Варю, а я к медсестре схожу и потом вернусь. Женщина взяла телефон и кому-то позвонила. Когда она вышла, дети притихли. Первые минуты Варя делала, как велела мама. Потом выглянула, посмотрела на лестницу и, зайдя, отложила книгу. Подошла к Денису и стала играть. Все слушайтесь моего жениха. Я королева, а он ваш король. А ты чего встала? Денис, отбери у нее браслет. Это теперь мой. У Лены ком встал в горле, видя, как ее сынок смиренно выполняет все, что велит девчонка. Подошел к Яне и та без споров отдала браслетик. А этот, королева указала на темноволосого мальчика в синих шортах, он мне не нравится, стукни его. Денис стоял. Стукни, я приказываю. И отвесила Денису подзатыльник. Тот пошел как зомби и толкнул ни в чем не повинного мальчика. Чат разрывался от сообщений, родители не сдерживаясь, употребляли мат. Лена с дрожью в руках тыкала на кнопки. Артем, я не могу, я прям сейчас за ним поеду. Не надо, я буду там через пару минут. Дочка воспитателя, закинув ногу на ногу, поманила к себе Дениса. «Теперь идем играть в спальню. Ты заслужил. Ну, поцелуй меня в щеку, чтобы все видели». Лена молила, чтобы муж успел до этой мерзости, что задумала Варя. И он успел. Артем ворвался в группу, подхватил Дениса на руки и вынес из группы. Еще два отца дежурили у подсобки. Любвеобильная дамочка зашла туда минут пятнадцать назад. Следом за ней, воровато оглядываясь, Марина притащила к двери упирающуюся заведующую. «Что вы себе придумали? Какое право имеете вести тут съемку?» Хорохорясь, как важная курица, она с презрением покосилась на пап. «И что вы тут стоите?» Один из мужчин постучал в подсобку. «Выходите, хватит ублажаться, мы вас все ждем». Из помещения раздался шорох. «Хватит прятаться, все уже знают». «Тамара Игоревна, тут тетушка ваша стоит, выходите». Жаль, что в самой подсобке не было камеры. Лена мечтала увидеть их лица, когда они поняли всю ситуацию. Но парочка боялась выходить, сидели там, надеясь, что все разойдутся. Какой там? Зрителей пребывало. Собралось человек двенадцать родителей, прежде чем шпингалет постирочный скрипнул. Гордо вздернув нос, первая вышла Тамара Игоревна. Поджав губы, обвела всех взглядом. Но в глазах ее читался страх и унижение. Монументально прошествовала мимо тетушки, стоящей с кислой миной, и бросила. «Это незаконно, вы вторгаетесь в мою частную жизнь». «Иди дома, спаривайся», сказал с усмешкой один из пап, и толпа засмеялась. Униженная, Тамара побежала в группу. Следом вышел охранник Саша. Этот не стал изображать из себя героя и нелепо развел руками. «Не надо ругаться, я напишу по-собственному». На лестнице послышались шаги. С пылающими от стыда щеками, таща свою дочь за руку, по лестнице спускалась Тамара. Сверкнула яростным взглядом на Лену и, дернув дочку за руку, вышла вон. Престиженная заведующая вяло оправдывалась. «Я не знала». «Ах, какой ужас, какой ужас, а вы такие молодцы!» «Да как она посмела на такое!» Ее прервала Лена. «Все вы знали, не надо тут оправдываться. Мы завтра в Министерство образования едем и про вас, и про вашу племянницу расскажем». В глазах тетки застыл ужас. Она тараторила всякие «Простите, заглажу вину, но неужели вам меня не жалко?» «Не жалко», отрезал Артем. «Идите, что с ней говорить?» Обе это не спасло. Лена не лезла с вопросами, но следователь сказал сам. «Срок им не дадут, но административное взыскание точно получат, и профнепригодность выставят, чтобы их на работу с детьми не брали». Заведующая плачется, клянется, что ничего не знала. Но оказалось, что знала и сквозь пальцы смотрела на забавы племянницы. Охранник признался. Лена водила сына к психологу, но помогло и мне это. Когда Денис узнал, что Варя и Тамара Ивановна больше никогда не придут в группу, мальчик стал прежним. и тамара и тамара